Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В первом квартале 2015 года российские банки выдали вдвое меньше кредитных карт, чем годом ранее. Всего выдано 574 тысячи новых кредиток на общую сумму 27 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 58% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. В 2014 году количество выдаваемых кредиток превысило миллион в квартал. В итоге общий портфель задолженности по кредитным картам сократился на 8,8% до 1 триллиона 300 миллиардов рублей. О чем это говорит? О том, что граждане разочаровались в кредитных картах и не доверяют банкам. И это понятно, ведь по кредиткам и до кризиса ставки были под 30% годовых и более. Министерство финансов подготовило законопроект, запрещающий банкам незадолго до отзыва у них лицензии уничтожать свои электронные базы данных. Обычно это делают, чтобы скрыть незаконную деятельность. Проект расширяет перечень случаев, когда центральный банк может затребовать резервной копии этих баз данных. Сейчас регулятор может это сделать только при наличии оснований для отзыва лицензии. И такие требования расцениваются недобросовестными банкирами, как сигнал для уничтожения информации. Вопреки пессимистичным прогнозам туроператоров в начале года по Израилю, продажи туров в эту страну на майские праздники показали, что направление пользуется у туристов хорошим спросом. Особенно эксперты отмечают активный спрос путешественников на экономичные комбинированные экскурсионно-пляжные туры, а также оздоровительный отдых на Мертвом море. Но главное в том, что отели Израиля делают значительные скидки для гостей. Судя по хорошей статистике, эта мера отлично помогает привлекать туристов. Российский фондовый рынок открылся незначительным ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1638 пунктов. Среди лидеров роста аптечная сеть 36,6, Фармстандарт, Мечел и Полиметалл. Аутсайдеры НМТП, ОГК-2, Акрон, Сургутнефтегаз и АФК-система. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным снижением. Публикация итогов заседания ФРС США не принесла значимых новостей. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Нефтяные котировки корректируются после просадки предыдущих дней. Курс доллара на 21 мая 49,79 рубля. Курс евро 55,24 рубля. Золото стоит 1931 рубля за грамм. Серебро стоит 27,33 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 65,34 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.